Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. На настоящий момент на территории Республики с возрастающим количеством выявлено 189 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 33 являются носителями новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске количество случаев перешло за 100 случаев в сутки, 105 случаев. Необходимо обратить внимание, что практически в каждом районе Республики сегодня отмечается непосредственно выявление тех или иных случаев. Сегодня на особом контроле оперативного штаба Республики находятся случаи, которые происходят и имеют место в таких районах, как Нюрбинский район, Джиганский район, Намский район и, соответственно, Мирненский район и Алданский. Сегодня необходимо обратить внимание, что в целом идет скоординированная работа и основной задачей, которую власть сегодня ставит перед, прежде всего, учреждениями здравоохранения и, соответственно, перед органами местного самоуправления – это скоординированные действия. Если действия будут скоординированы, то тогда мы сможем совместными усилиями разрешить эту ситуацию. Единичные случаи заболевания, зарегистрированные в ряде районов, не дают какой-то определенной сегодня права на расслабление этим районам и, безусловно, работа там также должна соблюдаться. Необходимо обратить внимание, что сегодня один из последних дней ограничений, установленных по указу главы Республики Саха и Кутия, к вечеру будет объявлено о соответствующих мерах, которые будут определены в дальнейшем в нашей Республике. Сохранение жемасочного режима, сохранение социальной дистанции и все меры, направленные на защиту нашего старшего поколения, остаются и будут оставаться в приоритете действий органов государственной власти. Как я и говорила на прошлых брифингах, на настоящий момент мы нами подписаны соответствующие заявки. И федеральный бюджет принял решение, вчера это было анонсировано на уровне высшего руководства страны о выделении денег субъектам Российской Федерации. В целом сегодня цифры и суммы доведены до субъектов Российской Федерации. В целом Республика получит дополнительно 254 миллиона рублей, 217 миллионов с половиной рублей на ковидные, на борьбу с коронавирусом и 36,5 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных. Я думаю, что сейчас, вновь в субботу и воскресенье, у нас будут работать как финансовые службы, так и службы Министерства здравоохранения Республики, финансовые казначейства на местах наших больниц, бухгалтерий, для того, чтобы непосредственно разрешить эту ситуацию. На настоящий момент наши лаборатории, несмотря на то, что возникает ряд сложностей, таких как поломки оборудования, выход из строя, именно даже железо уже сегодня выходит из строя, но тем не менее в Республике за сутки продолжают проводить исследования около 6 тысяч исследований по коронавирусной инфекции проведено за последние сутки. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, у нас впереди выходные дни, и перед каждым выходным днём, конечно, каждый должен понимать и, в общем-то, не разрушать тот круг контактов, который у них до этого был. Не доводите систему здравоохранения до случаев, тогда, когда нам вновь придётся реагировать на то, что люди не госпитализированы. Безусловно, мы должны это делать совместными усилиями. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое.